всем привет друзья не буду ждать когда ко мне кто-то присоединиться потому что все это делаю для записи я не буду показывать как я работаю обычно я раньше показывала свою работу но сегодня будет прямой эфир не про это hello а сегодня я хочу показать на примере простой одежды как я с помощью разных украшений могу представить разные образы от начиная от того как выбежать за хлебом в магазин заканчивая нарядным видом там для похода например в кино куда-нибудь или на выставку как-то так в общем сегодня я записываю второй раз эфир вчера у меня не получилось но я постараюсь это сделать сегодня и для того чтобы мне показать себя с ног до головы мне пришлось камеру поставить на уровне пояса приблизительно вот ну как-то будем так хочу сказать что отдела я самое простое вообще то что есть наверное у каждого в гардеробе простейшие уже просто не придумаешь обычные брюки и белая футболка если я к этому образу надеваю надеваю простые серьги то вид ну совсем вообще никудышный мне такое не нравится на самом деле я люблю когда присутствует цвет и я люблю когда глазу есть за что зацепиться вот согласитесь это у меня такие простые минимальные сережки на каждый день то есть это минимум который я ношу иначе смысла в сережках нет потому что их никто не видит зачем их тогда надевать вот и в таком виде можно бежать за хлебом в кедах ну так как у нас весна и с коротким рукавом ходить очень воровата то тут же я еще надеваю какой-нибудь пиджак или такую легкую куртку но я взяла для примера пиджак и согласитесь что вот такой вот образ с этими сережками ну это вот так просто ни о чем для себя я называю этот образ образ училки но так как я не учитель и вообще не люблю абсолютно никакие такие вот нравоучения и менторский тон а я просто делюсь с вами какими-то возможно полезными вещами кто-то ими оперирует легко но для кого-то вот есть сомнения и ему кажется что это все несколько трудновато дальше ну я надеюсь что вы понимаете что такие сережки ни к чему не обязывают они подходят под все совсем комбинируются тут вообще не о чем говорить если вы не носите сережки или не любите ну предпочитаете какой-то другой вид украшений то сюда бы я надела например какое-нибудь короткое колье форма колье абсолютно не зависит от формы выреза здесь вы можете делать что хотите конечно самое просто правило это подбирать под вырез вашей майке там или платье чего-то колье тогда это смотрится гармонично ну вот можно вот так вот сделать все это тоже очень хорошо и просто смотрится вместе с теми же кинами или обувью на плоской платформ на плоском ходу вот так вот например в принципе сюда же можно надевать и серьги но я не люблю когда на мне куча всяких украшений или в одном месте скопина вот допустим все очень много ну натыкано в общем так я не люблю ходить дальше дальше если я например хочу украситься понаряднее как-то я беру другие серьги например вот такие у меня есть золотистые серьги простые или вот такие вот я хотела бы немножко заметить что я сейчас покажу разницу вы наверное увидите и будете применять это к себе вот допустим такие серьги или эти сами видите здесь нету цвета и они как бы подходят под все и вот такие серьги тоже золотистые вообще-то у меня леопардовые но я покажу вам их этой стороной чтобы показать разницу то есть есть серьги вот с такими простыми линиями а есть вот такие вот заполненные посмотрите вот как какая разница между ними если вы надеваете такую серьгу она смотрится лег как бы лег легко а когда вы надеваете вот такую заполненную серьгу это выглядит уже как бы более тяжеловесно для лица вот и такую сережку можно надевать не боясь что это выглядит как-то торжественно или там как-то слишком для повседневности нарядно а уже вот эту сережку вот такого плана если вы надеваете то вот этот вот большой большой как бы кусок золота он виден становится и это уже более как бы торжественности да воздуха много воздуха много и легкость образуется несмотря на то что эта серьга даже больше чем вот это ну по размеру да но смотрится это массивнее и потом девочки у кого лицо немного кругловатое ну там или щечки или подбородок ну у всех разная форма лица то вот такие вещи они еще будут больше его утяжелять так и я надеваю эти серьги сейчас потеряла заглушки где-то упали не могу найти ладно сниму с других сережек вот смотрите эти серьги я на самом деле тоже ношу очень часто но да вот видите вы же со мной согласны массивнее я кстати для себя не люблю вот эту массивность я не покупаю себе такие серьги у меня рост маленький сто пятьдесят восемь а размер средний мл поэтому чтобы не выглядеть совсем такой вот серьезной тетей ну такой тяжелобесной я такие вещи не ношу поэтому к сожалению показать вам не могу я не стилист у меня нет большого количества вещей в гардеробе и ну я не трачу деньги просто так в общем то и вам советую вот смотрите когда я надевала такие длинные серьги то чтобы немного вытянуть вот это все я выбираю декольте побольше декольте и еще желательно каблучок небольшой большой я не ношу ну выбираю допустим вот такой средний каблук это в принципе оптимальный такой вариант и тогда я немного приподнимаюсь от земли то есть на каблуке и сочетание с вот этим вырезом это смотрится более гармонично а если я весной еще надеваю что-то такое сверху то я увеличиваюсь здесь в объеме ну соответственно вот здесь и если не надеть каблук то вот эти вот серьги будут прибивать меня к земле или если вот так вот надеваешь под горло да тут тоже вот такой вот эффект горловины и дальше если вы хотите еще более усложнить образ сюда можно взять любое любое трендовое украшение ну вот цепочки все сейчас и везде их носят да вот смотрите допустим я ее сюда одеваю это смотрится слишком слишком короче говоря вот так я тоже не ношу поэтому беру и надеваю вот это вот на руку сейчас я застегну мне сложновато это сделать одной рукой быстро я попробую я уже показывала это когда примеряла это украшение из манго да слишком много их но когда вы надеваете да правильно подальше друг от друга я постоянно об этом говорю и вот тогда у вас получается акценты раз на средине тела и внизу это обувь вот ну такие украшения я думаю что вы увидите у любого стилиста их много их особо не надо заморачиваться с подборкой спасибо здорово да вот это лучше даже то есть вот это украшение я буду носить без сережек либо просто с гвоздиками какими-то маленькими ну и потом я вам еще покажу я это украшение буду носить с бусами вместе с этническими так про эти серьги я рассказала то же самое относится вот к таким сережкам к разным любым длинным без цвета и они под все подходят главное что ну вы выбирайте то что вам какая форма идет вам больше мне например идет больше удлиненная вот такие вот возле уха я не как-то не ношу почти хотя у меня вообще нет особо каких-то комплексов то есть я могу надеть но есть же то что нравится и то что не очень вот и еще покажу вам еще одни сережки сережки нарядные уже которые добавляют вот в такой вот монохром цвет я вообще очень люблю цвет я не люблю скучно одеваться в какой-нибудь черное там или белое или что-то такое у меня есть принтованная одежда ну это отдельный разговор если вам понравится такой эфир я еще проведу ну с другой одеждой тоже покажу вообще я считаю что аксессуарами можно легче манипулировать чем одеждой одежда она как бы более заметна и вычурное что-то одеть в одежде это более стрёмно чем одеть какое-то оригинальное украшение вот поэтому я манипулирую украшениями хотя можно создать и базу украшений которые будут подходить вам под ну под многое из вашего гардероба вот те же самые вот эти вот серьги золотистые они крупные но они практически подходят под весь современный гардероб поэтому все стилисты ими очень легко манипулируют и суют их везде в разные свои образы не не смотрят на то что есть и другие украшения есть хендмейт есть винтаж есть вот такие вот крупные вещи так и вот с такими серьгами я надеваю ну допустим я иду куда-то в театр например или в кино и тогда я беру лодочки они обычные такие симпатичные классические лаковые то есть вот эти вот серьги добавляют цвет и очень хорошо монтируются с лаковыми лодочками опять же серьги очень длинные этот вырез помогает мне не выглядеть слишком приземленно плюс каблук да вот так ну а если мне хочется еще как-то помодничать я это люблю иногда то я беру поясную сумку поясную сумку надеваю поверх пиджака я уже вам говорила что я не маленького размера не не с не xs это размер 40 40 или мл где-то такое причем я маленького роста если кто еще не услышал вот и тогда вот эти вот серьги добавился цвет опять этот цвет разнесся по телу в разных местах и когда вы надеваете такие серьги вот здесь вот я больше ничего не советую надевать ни брошки ни колешки никакие вот вещи ну если хотите там браслеты кольца это все тоже будет гармонично смотреться вот так так а теперь я вам покажу то же самое только горловину надену вот такую под горло с теми же самыми украшениями то есть я не хочу чтобы делался акцент на то что у меня вот здесь вот большой размер поэтому я всегда ношу большое декольте нет единственное хотела обратить внимание что вот здесь вот у меня появляется объем когда вот тогда вот это вот декольте и при длинных серьгах имеет значение то есть вот тут вот плечи и вот здесь вот много всего если одеть все под горло это это плохо ну а нет я не буду снимать сережки сразу них я переодену платье сейчас покажу вам все те же самые украшения только с горловиной под шею и обращу внимание платье я выбираю в принципе в такой же цветовой гамме пока сегодня я буду показывать не буду учитывать цвет покажу все на в таком в черно-белых тонах вот такое платье горловина теперь у меня короткая декольте нет платье я подпоясываю поясом не смотреться совсем такой грузной тетей и вот когда приветики всем привет лида привет если кто не успел я надеюсь что я запишу сегодня и вот смотрите теперь те же самые длинные серьги только уже вот с короткой горловиной если смотреть вот так вот то вроде бы как ничего да и в платье нету вот этой ширины плечей как в пиджаке в жакете то есть уже меньше объем сузился вот и так тоже можно носить но уже вот здесь вот в плечах я меньше чем здесь поэтому серьги компенсируют это но все равно с этими серьгами я надеваю маленький каблук те же самые лодочки не буду застегивать потому что это долго вот то есть приподнимаюсь над землей как я это говорю и вот серьги к таким серьгам вообще ничего больше не надо в своем образе добавлять ни браслеты ни какие-то не дай бог вот сюда что-то нет это не стоит потому что они эти серьги заменяют ну все на свете своим размером и цветом вот так так ну и дальше по тому же плану точно так же я надеваю допустим вот такие золотые сюда серьги и тоже становлюсь на каблук то есть если я в такой одежде надеваю кеды или кроссовки вот посмотрите вот как сразу вот это вот место оно как бы сокращается хотя я вот показывала если может быть кто-то помнит или что не знаю я как-то показывала такие серьги с воротником гольфом ну была зима и я еще носила такие вещи то вот когда воротник гольф то есть у вас вот такое слитное пространство ткани ткань все закрывает спасибо шикарная женщина когда ткань вот это все закрывает то эти серьги уже не кажется что они сокращают там вашу шею как-то укорачивают то есть с воротником гольфом вот это вот будет смотреться лучше чем вот с вот такой короткой горловиной вот ну я думаю что смысл я хочу сказать понятие ну будем надеяться и потом так я снимаю да ну в общем то то же самое эти серьги тоже с таким платьем ношу с каблуком ну понятно что если я сюда захочу надеть на шею украшения то серьги я снимаю украшения на шею здесь я бы надела длинное какое-то ну вообще на принтованную одежду украшения на шею как-то мне кажется что оно не смотрится потому что принт забивает все принт должен быть сам по себе ну хочу немножко сказать что вот эти вот все такие вот правила они может быть не очень не совсем очевидны на камере не очевидны но когда вы это наденете и посмотрите на себя в зеркало вы это вот все увидите и еще такой момент я вообще не люблю слово правило потому что мне кажется что с украшениями одеждой употреблять это слово глупо правил на самом деле нет и стиль мода это какое-то приблизительное понятие рассчитанное на личный вкус поэтому любые правила можно нарушать так ну в общем то это все что я вам хотела сказать все украшения я пожалуй показала хочу немножко заметить еще один еще один момент про цвет металла в украшениях то есть особо не заморачивайтесь там например медь подходит под коричневое что-то или под зеленое или там также золотое или под белое лучше смотрится серебро ну вот вот на это по моему вообще не не стоит обращать внимание пришла под завязку ну лид я надеюсь что я это все запишу сейчас потому что у меня получится вот так что на цвет металла не обращайте внимание единственное что сейчас говорят что металл можно миксовать но тут нужно смотреть допустим если у вас что-то блестящее вот такого золотого цвета и серебряное тоже блестящее полированное с блеском то их можно комбинировать а если вы берете например какое-то вот медное украшение то оно уже темный металл оно не будет с блестящим как-то сильно гармонировать вот если эти серьги понятно что с вот этим вот колье оно не как-то не заиграет здесь заиграет либо то же самое серебро только черненое патинированное такое с чернением вот тогда этот металл то есть нельзя сказать так что мы берем все подряд там медь мешаем с золото серебром и всем подряд мне кажется зеленый вообще неудачно оттеняет медь ну я вам честно скажу я когда что-то подбираю под металл ну вот выбираю металл то я как бы не особо заморачиваюсь над цветом одежды может быть это даже не знаю может быть это от стиля какого-то зависит не могу так вот сходу сказать вот то есть нужно смотреть на фактуру как и в тканях фактура ткани зависит там от сочетаний тоже разные не важно какого цвета вы допустим берете но если фактура не сочетается то оно не подходит друг другу эта одежда так же самое с украшениями если не сочетается вот эта вот фактура металла самого то оно не будет комбинироваться очень часто такие сложность возникает например когда экспериментирую когда например хотят браслеты с часами компоновать и чаще всего очень трудно вот так вот их подобрать на глаз то есть все знают что часы с браслетами очень модно очень стильно вообще смотрится классно но их купить в разнобой бывает очень сложно лучше всего прикладывать и если часы конечно такие какие-то дорогие в золотом обрамлении или что такое то естественно золотые вот эти вот браслеты их такие вот ну не золотистые не золотые а золотистые я имею ввиду может кто-то там кортье носит и все такое да вот ну а можно носить и простые цепочки ну вот как-то так наверное я сказала все что хотела и показала главное вам если кто-то что-то хочет спросить спрашивайте и пишите мне я всегда отвечу на комментарии вот ну а в следующий раз я могу показать например какие украшения я подбираю подпринтован да я сохраню я надеюсь что я сейчас его сохраню потому что вчера я три раза я вот то что я вам показала я записывала три раза я три раза выходила в эфир в результате какой-то один из промежуточных эфиров у меня сохранился я его выложила но потом я решила его переделать и все удалила ну вот а в этот раз я хочу еще и постараться сохранить видео чтобы залить его на ютуб вот ну я подумала что я могу еще вам показать да это все бижутерии из моей коллекции это то что делаю я сама и то что я покупаю я не только ношу свои украшения я их очень люблю и покупаю могу купить любые вот ну а так как я делаю да так как я делаю из проволоки и все украшения у меня в основном ну с таким налетом винтажа скажем так то носить их только их бывает скучно поэтому я покупаю часто тем более что стоит на самом деле это недорого и если со временем такие украшения ну я имею ввиду покупные недорогие приходят в негодность или там устарели как то они ну что ж умерло так умерла так умерла не жалко и выбросить вот ну вообще выбрасывать ничего не надо об этом я тоже всегда говорю в следующий раз я могу вам еще показать как я обыгрываю нарядные платья то есть вот такое платье я считаю повседневным хотя сейчас такая жизнь что мы чаще носим джинсы такое вот все платье уже одел и уже нарядные да ну у меня есть одно платье кружевное такое нарядненькое и я покажу как я его обыгрываю для повседневной носки тоже с помощью украшений и обуви и еще могу показать как с принтом работать принт я тоже люблю все девочки всем спасибо я очень тронута благодарна что вы пришли и посмотрели мне очень приятно хоть нас и немного все было класс спасибо вам большое всем пока всем пока и